Бизнесмен из Казахстана объявил награду за поимку или устранение нового губернатора Днепропетровской области, украинского олигарха Игоря Коломойского. Информация об этом появилась на странице предпринимателя в Facebook. О решении Ермека Тычебекова узнаем у него самого прямо сейчас. Он выходит на прямую связь со студией по скайпу. Здравствуйте, Ермек. Итак, что же вас подвигло на такой пост в социальной сети? Здравствуйте. Во-первых, в Украине как такой власти нет. Те, кто сидят в Киеве, это киевская хунта. Коломойский – это нелегитимный губернатор. Его народ не избирал. Но я о нем ничего раньше не слышал. Лично с ним не знаком. Никогда не пересекались у нас интересы. Но когда я узнал вчера ночью о том, что он объявил охоту на всех граждан, которые симпатизируют Россию и выдвигает вознаграждение по 10 тысяч долларов за каждую голову, то есть он фактически приравнял третье население Украины к индейцам, которые проживают в Северной Америке несколько столетий назад. Или сравнил он их так же, как с кабанами или волками, которых регулярно весной или осенью отстреливают. Вот и все. Я просто, когда узнал про это, решил тоже написать свое мнение. Но я просто не ожидал, что такую популярность она возьмет. Тем самым я просто хотел показать, что Коломойцев, он же честное лицо, и также на него могут открыть сезон охоты, так же, как на волка или как на кабана. Вам не кажется, что таким образом вы поступаете точно так же, как он, уподобляетесь, если можно так сказать более того? Подобные действия могут быть квалифицированы с точки зрения уголовного права. — Совершенно верно. Но в данном случае мое решение было связано с тем, чтобы показать всю абсурдность заявления Коломойского. То есть его заявление, он же, по сути, частник. Он просто решил треть страны, треть Украины объявить внезаконно и воспринимать их как индейцев или как зверей. Я просто решил так же, но в отношении его просто посчитать. И все. Просто, если он даже про это услышит, он просто чуть-чуть задумается о том, какие он вещи произносит. — А почему именно вы выбрали такой способ донести свою точку зрения, написать в социальной сети? Может быть, стоило обратиться непосредственно к Коломойскому? — Ну, я бы, если бы мог обратиться, я бы с удовольствием к нему бы обратился. В данном случае моя цель была какая? Просто, чтобы круг моих читателей просто прочитали. И я вам сразу скажу, там многие другие тоже включились. Кто-то стал говорить, я могу там 100 долларов добавить. Там одна девушка, Рина Наумова-Дэвис из Минска, она вообще сказала, я готова 100 тысяч долларов поставить. То есть, как бы, это все больше как гражданская акция. Нужно от такой плоскости рассматривать. — Ну, вот как бы вы отреагировали, если бы сам Коломойский с вами связался? — Ну, я бы нормально с ним переговорил бы. Я бы ему сказал бы, друг, ну так не поступает. Просто нельзя людей воспринимать как индейцев или как зверей. Вот и все. — Понятно, спасибо. — Ну, собственно говоря... — На прямой связи со студией по скайпу был казахский бизнесмен Ермек Тычийбеков. Он объявил награду за поимку губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.